Эфир СТВ продолжает новости. В студии Ирина Ромбальская. Здравствуйте. Беларусь готова сотрудничать с Курганской областью по всем направлениям. Об этом сегодня заявил президент на встрече с губернатором этого российского региона Алексеем Кокориным. Цифры взаимного товарооборота пока скромные, чуть больше 20 миллионов долларов. Поэтому стремиться есть куда. Активно сотрудничать можно в сельскохозяйственной сфере. Курганская область известна как регион аграрный. Здесь оказывается огромная господдержка агропромышленному комплексу. Масштабные планы и по его модернизации. Кроме того, наша страна намерена развивать контакты в сфере промышленной кооперации. Беларусь готова по всем вопросам сотрудничать с вашей областью. Я знаю о весомой государственной поддержке вашего агропромышленного комплекса, планах, притом масштабных планах модернизации. Курганская область – это житница, можно сказать, одна из основ в сельском хозяйстве Российской Федерации. Поэтому мы готовы к сотрудничеству с вами для того, чтобы помочь решать вам те вопросы, которые вы наметили в агрокомплексе. Естественно, исходя из того, что мы умеем. Самые передовые сегодня хозяйства в России когда-то начинали вот так, как мы сегодня за столом. Жизнь уже давно здесь все придумала. Ничего нового не выдумаешь в этих технологиях. Как в народе говорят, вовремя надо посеять и вовремя убрать, потом накормить скот. Тоже вовремя и получишь хороший результат. Естественно, нужны и условия. Я с большим удовольствием недавно услышал даже из уст моего коллеги и друга, президента России, о том, что надо переходить в Россию к созданию нормальных социальных условий для сельчан. Это абсолютно правильно, потому что не создав условия, никакую проблему ты не решишь. Думаю, что и в обновлении машино-тракторного парка, развитии сельских поселений, о чем было сказано, наука аграрная. Здесь тоже мы можем друг у друга что-то заимствовать, но самое главное, вместе мы можем прийти к каким-то новым открытиям, к каким-то новым результатам. Если Курганская область желает с нами в этом плане сотрудничать и ознакомиться с нашей наукой аграрной и так далее, главное, методами, структурой, системой, которая у нас существует, мы готовы вам, как родным людям, показать все, чего мы здесь достигли. Я абсолютно согласен со всеми теми направлениями, которые вы озвучили. Трактор очень востребован нашими аграриями, и мы в области достаточно большое количество тракторов закупали. Но в последнее время полностью отсутствует сервисное обслуживание, в связи с этим есть некоторые трудности. У нас есть уникальное медицинское учреждение, Эльзаровский центр. Они очень активно работают с вашим ортопедическим центром по научным разработкам. Здесь точно так же можно было бы еще более углубить отношения, и только плюс был бы двух этих научно-исследовательских институтов. Они мощнейшие в мире. До начала официальных встреч представители делегации Курганской области почтили павших во время Великой Отечественной войны. Ранним утром к подножию Монумента Победы в Минске российские гости возложили венок и живые цветы. Церемониал имеет особое значение в истории двух стран. Семь десятилетий тому назад наши народы плечом к плечу воевали за мирное небо. Кресло вице-спикера палаты представителей шестого созыва занял депутат от Гомельской области Болеслав Перштук. Управлений с большим опытом работы он прошел путь от зампреда Светлогорского горосполкома до заместителя губернатора Гомельской области. Работать в овальный зал пришли опытные люди. 27 народных избранников сохранили депутатский портфель с предыдущего созыва. Поэтому до этого дня сохранялась интрига, кто займет место вице-спикера Нижней палаты парламента. Я должен отметить, что времена такие достаточно напряженные. И безусловно от нас как в реальном секторе, так и население ждет достаточно оперативных, хороших, эффективных действий для того, чтобы мы могли влиять на текущую ситуацию. Я прежде всего имею дела в экономике. Мы в силу разных внешних факторов имеем определенные проблемы. Очень важно, чтобы законодательный орган оперативно реагировал на эти вызовы, создавал условия хорошие для развития экономики. И, конечно, мы просто обязаны вернуться на ту туру, которую имела страна два года назад. А в эти минуты депутаты шестого созыва определяются с председателями постоянных комиссий. Всего необходимо выбрать 14 руководителей. И к событиям в мире. США нанесли удары по Йемену в ответ на обстрелы своего эсминца. Ракетную атаку американского миноносца неизвестные осуществили минувшей ночью с территории Йемена. Атакующие не нанесли американскому кораблю никаких повреждений. А результаты удара по радиолокационным станциям, которые находятся под контролем мятежников-хуситов, неизвестны. Ранее в Пентагоне предупредили, что США надлежащим образом отреагируют на обстрелы. Таким образом, эти одобренные президентом Бараком Обамой удары стали первыми прямыми военными действиями Вашингтона во время Йеменского конфликта. Фунт стерлингов поставил рекорд дешевизны. По отношению к корзине валют он упал до 168-летнего минимума. Курс британской валюты снизился до 1 доллара 21 цента за фунт. Причиной тому, разумеется, Брексит. Со своими опасениями относительно перспектив британской экономики выступили последовательно основные европейские лидеры. В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереса Мэй развеяла последние сомнения относительно того, что Брексит состоится. Она заявила, что для осуществления выхода из ЕС стране не потребуется санкция парламента. И даже план выхода обсуждаться с депутатами не будет. В Чили случился массовый падеж скота. Масштабы этого бедствия настолько велики, что власти страны сообщают о серьезном кризисе в животноводстве, который является одной из ведущих отраслей экспорта. Падеж охватил юг страны, который располагает огромными пастбищами и подходящим для скотоводства климатом. Именно климат, однако, и подвел. Сначала случились неожиданные заморозки, а затем на протяжении долгого времени стояла засуха. На сегодня, по данным метеорологов, количество осадков оказалось на две трети меньшим, чем полагалось бы для этого времени года. Засуха сопровождается деградацией почв, что может иметь для скотоводства в Чили долгосрочные негативные последствия. В распоряжении американских телеканалов оказалась видеозапись, которая запечатлела удивительный феномен. По водной глади одного из великих озер проплыл на глазах у наблюдателей корабль-призрак. Миражом это быть не может, поскольку речь идет не о психологическом эффекте, то есть не о коллективной галлюцинации. Иногда подобное объясняют специфическими оптическими условиями, которые складываются в результате атмосферных и погодных пертурбаций. Если это так, то корабль-призрак – отражение некоего и весьма удаленного судна, многократно переломленное через призму воздуха. Олег Романов, Телекомпания СТВ. Одесская область устраняет последствия прошедшего в регионе шторма. Стихия бушевала всю ночь и унесла жизни трех человек. Эпицентр бури пришелся на Одессу. Город буквально тонул в осадках. Ливневая канализация не справилась, улицы машины и дома подтоплены. Порывы ветра достигали более 20 метров в секунду. В результате в ряде районов Одессы жители остались без света, повалено больше 30 деревьев. Движение городского транспорта не восстановлено до сих пор. Напомню, накануне в Международном аэропорту Одессы не смог совершить посадку самолет белорусской авиакомпании. Авиаперевозчикам было принято решение развернуть воздушное судно. Заночевавшие в Минске пассажиры улетели сегодня в 9 утра. В Гомеле суд вынес приговор членам международной преступной группировки, которая создала интернет-магазин по продаже спайсов. Наркодилеры получили от 10 до 15 лет лишения свободы. Также вынесено решение о конфискации имущества виновных. Напомню, под прикрытием интернет-магазина банда продавала особо опасные психотропные вещества несколько месяцев. Действовали в Гомеле и Гродно. Оперативникам удалось задержать 10 человек. Они отвечали за разные части криминального бизнеса. Это граждане Беларуси, России и Украины. К слову, главный организатор наркокартеля до сих пор не установлен. Настолько велика была конспирация. Уголовный кодекс определяет максимальное наказание за данное преступление до 20 лет решения свободы. Вместе с тем суд постановил такой приговор с учетом личности обвиняемых, с учетом установленных по делу обстоятельств, смягчающих их ответственность. Соответственно, наказание назначено в соответствии с законом. Приговор не вступил в законную силу. Обвиняемые могут подать на приговор суда апелляционную жалобу. Теплый ответ холодной погоде в общественных и административных зданиях столицы сегодня начали включать отопление. Такое решение принято в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков. Минувшей ночью многие белорусы уже ощутили дыхание зимы. На большей части страны наблюдались заморозки, местами до минус 4 градусов. Напомню, отопительный сезон стартовал еще на прошлой неделе. В первую очередь потеплело в детских садах, школах, больницах и библиотеках. А с 10 октября градус повысился и в квартирах. И как рапортуют энергетики, основные работы по подключению к отоплению жилфонда завершены. В наступлении холодов повод согреться душой. Много прекрасного находят белорусы в осенних пейзажах. В социальных сетях пользователи активно делятся фотографиями первых октябрьских заморозков. Газоны и деревья под инием, еще не увядшие цветы на городских клумбах. Этим утром особо удачливые даже запечатлели в кадре первые сосульки. На этом у меня пока все. Далее спортивные обозрения. Больше новостей найдете по адресу в интернете ctv.by. Репортажи, эфирные видеопрограммы в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Следующий выпуск в 16.30. До встречи в эфире. Продолжение следует...